Приветствую вас. Вы знаете, наверное, в первую очередь я бы хотел сказать, что понимаю вас и понимаю ваше состояние. Понимаю то, что вы переживаете за своего ребёнка, понимаю, что вы переживаете за него, что вы беспокоитесь за него, что вы в прямом смысле этого слова, наверное, даже боитесь за него. Я это всё прекрасно понимаю. Но так получается, что то, что вы в него боитесь, оборачивается негативом. То есть то, что вы за него боитесь, в итоге оборачивается тем, что ему на себя плевать. То есть то, чем, грубо говоря, больше вы в него переживаете, тем больше ему на себя плевать. И, как бы, возникаю вопрос, почему человек о себе не заботится? Случайно ли это, что он о себе не заботится или нет? Я думаю, что подобный вопрос можно задать в первую очередь вам. То есть в первую очередь этот вопрос можно задать вам и спросить у вас, как так получилось, что человек себя, ну, по сути, не любит, да? И не умеет о себе работать. Я не думаю, честно говоря, что подобное является случайностью. Я не думаю, что это случайностью. Я думаю, что это, к сожалению, скорее закономерность определённая. Это то, что точно научился ребёнок у вас. А научился он именно чему? Потому что, потому что о себе работать в общем, в общем, в целом не обязательно. Вот как он пришёл к такому выводу? Что? Что в вашем поведении, отношении к нему могло навести его на такую ситуацию? Какую мысль? Это вопрос, на который у меня сейчас, конечно же, нет ответа. Я думаю, что мы вас, ну, это вообще очевидно, не знаем. Мы не знаем вашу историю, мы не знаем вашей ситуации и, соответственно, мы не можем узнать, ну, как, образно говоря, так вышло. Вот. Вот. Но, совершенно очевидно, что, глобально, проблема заключается именно в этом. И спрашивать нужно именно у вас, как мне кажется, как вышло так, что ребёнок вот не, ну, ваш ребёнок, он не уже врослый человек, не готов что-то для себя делать. Не готов, не готов, не готов, не готов о себе заботиться. Вот. Соответственно, убедить человека, ну, практически нереально. Потому что, всё равно вы демонстрируете, всё равно вы демонстрируете ему, ну, чужой опыт. Не свой опыт вы демонстрируете, не его опыт вы демонстрируете, а свой опыт. И, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что всегда будет ограждать его от того, чтобы усвоить в полной мере этот самый опыт. Вот. Поэтому ситуация здесь, на мой взгляд, такова, что вам нужно занять позицию так называемой жёсткой любви, когда вы отказываетесь наблюдать и смотреть, как ваш сын, грубо говоря, себя, себя, ну, убирает, да? Давайте скажем так. Опять же, если у вас есть, если у вас есть, ну, такое желание, если у вас есть потребность, если вы, ну, если вы готовы, как бы, как бы, вот либо другого способа, кроме как, получить, ну, получить опыт свой собственный, у вашего сынекса, у вашего сынекса, к сожалению, нет и, вообще-то говоря, быть не может, не может никак. Ну, я так подозреваю, что всё случившееся происходит, произошло только-только потому, что вы ему очень много помогали, и у него флаживость, вот у него натуральный флаживость, такое впечатление, такое мнение, что он может, ну, вообще, вообще может всё, что с ним вообще ничего не будет, ничего не случится, и, ну, подобная позиция, конечно, уже является ошибочной, но связана она исключительно с тем, что человека не приучили к личной ответственности, и чтобы человек, человек, условно говоря, он, ну, приучался к личной ответственности, вот, ну, необходимо оставить его с ней, личную ответственностью, а это сделать, эээ, крайне нелегко, к сожалению, нелегко, потому что, эээ, у действительно есть угроза жизни, вот, но, если по большому счёту, глобально вам, эээ, предстоит сделать выбор, ээ, следующий выбор, либо вы, эээ, оставляете своего сына, эээ, со своими проблемами, и он их как-то решает, вот, эээ, либо, вы ему, помогаете, вот, эээ, но, это делает его, абсолютно неприспособленным, эээ, к жизни, от слова совсем, вот, и, ээээ, ээээ, когда однажды вас устанет, может, может, сам о себе забыть, вот и всё. Такая вот история, эээ, я думаю, что, такая вот нелёгкая ситуация у вас сложилась, эээ, единственным вариантом, который, может быть, сработать, это разговор с мужчиной, эээ, то есть, такая вот мужская, эээ, точка зрения, которая, ээээ, в, ops, в какой-то степени, но, для, эээа Вашего сына, ну, мог, могла бы быть, ээээ, фэээ, ээээ, скажем так, ну, опторитетной. Если такая фигура в вашем окружении есть, если такая фигура присутствует, то можно попробовать воспользоваться ею. В остальном, в остальном я боюсь, что ничего не получится. Вот. Есть все обнования, так, блага, к сожалению. Вот. Ну, на этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Потому что, все, что, ну, все, что можно было, я, наверное, скажу. На сегодняшний, на данный момент, вот, я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Хотя я и допускаю, что вам, ну, не придется по душе те вещи. Не придется, точнее, не придутся по душе те вещи, которые я сказал. Но, тем не менее, я надеюсь, что вы подумаете. Вот. Решите, что для вас важно. Вот. И просто поступите вы в соответствии с тем, что вам важно. Вот, ну, принимаю во внимание, конечно же, те последствия, которые у такого решения могут быть. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам помог. Если вам понравился мой ответ, буду вам благодарен за его оперку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам и в вашей ситуации максимально безболезненно выйти. Вот. Я надеюсь, что вы ну, решите для себя эту правую проблему. Но, если нет, то обращайтесь за помощью нам с психологом. Будем рады помочь. Поехали. Спасибо.